Всем огромнейший привет! Сегодня мы поговорим о Дональде Трампе. Этот человек может дать фору кому угодно. Не соскучишься, безусловно. Давайте все-таки посмотрим, что его ждет, какие сюрпризы он уготовил нам и вообще, чем закончится вся эта заварушка. Значит, я использовала, какие колоды? Конечно же, Игра Престолов. Мне кажется, одно из лучших в данном аспекте и на данную тему колода. Девян Монтаро, Лестница Времени Оракул и 78 дверей. Все абсолютно разные, все безумно интересные колоды, на которые есть обзоры на моем канале. Но, пожалуй, нет только на Девян Монтаро. Не знаю, почему нет. Одна из самых любимых. Ну, давайте начинать. Я единственное Трампа проверю, когда он родился. Я почему-то все время забываю, когда он родился. Ага, вижу. 14 июня 46-го года. И опять же, мне почему-то так вот видится ситуация, что не все так просто, как нам показывают. Да, не все так просто. Но, с другой стороны, интересно, чем все это дело закончится. Что вообще это будет, как оно повлияет или не повлияет. Вот, давайте посмотрим. Так, что я могу сказать? Я свою оценку постараюсь максимально не давать. Но то, что с ним не соскучишься, то, что он устроил такое шоу. Ну, и не только он, а его сторонники. Да, 6-го января в Сочельник. Это, конечно, было очень удивительно. А может быть, это и не просто так, что это было вот перед Рождеством. Так, ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Так. Что его ждет? Смотрю на второе Игры Престолов. Тройка Мечей. Три Копья. Что я могу сказать? Семерка Пентаклей. Опять же, ожидание. Ожидание он вроде бы как. И Король Кубков. Я думаю, что он надеется, что ему поможет другой человек. Да? Водного Тригона. Это не карта Дональда. Это другой человек. То есть он хочет, чтобы за него сделали другие. Чтобы появился некий герой. Да? То есть не он сам, а вот его какой-то засланный казачок. Потому что сам он уже, в принципе, свою роль отыграл. И вот такое ощущение, что он ждет, что вот кто-то, может быть, захочет ему помочь. Либо видит для себя интерес ему помочь. Будет ли какие-то у него шансы на пересмотр? Восьмерка мечей. Однозначно нет. Семерка мечей. Плюс еще, и обратите внимание, вот по этим картам. Восьмерка мечей, семерка мечей. Как будто бы даже могут его осудить. И шестерка мечей. То есть ему предложат, либо чтобы он сам сдался. Сам вообще снял с себя все полномочия. И по-тихому ушел, либо вплоть до того, что его могут судить. Вот даже вплоть до этого. Сейчас я посмотрю на других колодах. Ну, Игра Престолов ответила очень интересно. Давайте посмотрим на дверках. Что все-таки ждет нашего Дональда? Или не нашего, как один раз не говорит. Чего вы говорите? Нашего Дональда. Ну, что ждет Дональда? Давайте посмотрим. Солнце. Двойка мечей. Будет, будет еще какая-то неожиданность. Что-то еще такое. Посмотрите. Будет странное. Болезненный процесс. Один момент. Какая-то несовместимость с его желаниями и результатом. Но вскроется какая-то тайна, какой-то секрет. Что-то такое вот еще должно вскрыться. То, что не хотели вообще озвучивать, подвергать огласке. Что-то все-таки мы узнаем с вами. И да, это все болезненно. И да, вот снова ощущение, что вот его ждет наказание. Что вот так вот с легкостью он не уйдет. Это именно очень болезненно. Возможно, у него испортится здоровье. Возможно, все-таки захотят на него наложить какую-то юридическую ответственность. Да, потому что вот явно что-то такое как-то его ограничат в его действиях. Но какой-то такой нежданчик все равно будет. Это однозначно. И все-таки какой-то такой вот, знаете, финт, он свой отмочит. Дональд, он что-то такое все равно, какой-то, либо это месть, либо это что-то такое, что коснется так или иначе вообще всего этого аппарата правительственного. Вот смотрите, однозначно. Тут монашка и ребенок. То есть что-то он такое отмочит. Что его еще будут вспоминать и жалеть о том, что он ушел. Давайте еще посмотрим на девиантах. Ну вот он ждет поддержку от молодых и резвых. Да, он хочет, он ждет. Плюс поддержку от женщины. А получит ли он ее или же уже все? Ну, видите, он считает, что все коррупировано, да, что все уже как бы... Я думаю, что время его ушло. Вот ушло, вот не успел он, да, плюс вот пустая карта. Но какая-то вот и все равно вот неожиданность, элемент какой-то. Что-то, что совершенно не должно было. Вот не будет той упорядоченности и той цикличности и той планомерности, о которой думает все его окружение. Все равно какой-то вот рояль в кустах припасен. Все равно что-то такое отмочит он. Все равно что-то зреет, о чем вообще никто не подозревает. И я понимаю так, что да, скорее всего уже он не будет править. Скорее всего он уже сыграл свою роль. Но какой-то его ставленник, какой-то его сторонник, он обязательно придет после Байдена. И он его, возможно, вырастет. Возможно, именно все дональдовские вот эти все вещи, позиции, девизы и вообще идеи будет уже притворять другой, новый ставленник. Вот смотрите, он будет своего кандидата растить. Я вижу это именно так, да. То есть он сам не будет, но он поставит кого-то нового, кто вообще не будет думать и считать, что этот человек от Дональда, либо имеет какую-то с ним связь. Хотя этот человек абсолютно непредсказуем. Такой человек-джокер может появиться абсолютно. И что-то такое сделать, что просто вот всех удивит. Абсолютно неожиданное. Абсолютно что-то, может быть, даже шокирующее в хорошем смысле этого слова, естественно. Так, ну давайте еще на Оракулю лестница времени посмотрим. Так, импичмент ему объявят Дональду или же нет? Давайте посмотрим. Так, сердце, достаток. Такое ощущение, что еще как будто бы и штраф. Еще как будто бы его осудят, накажут, как говорится, рублем, да. Вот, и я думаю, по змее все-таки объявят ему импичмент. И по уединению карте, она же четверка пиковая, вполне могут надеть наручники, вполне могут наказать его, да. Вот эти вот два кольца, они вполне могут быть как наручники. То есть он не досидит. Я считаю, что его уволят. Уж слишком он, по их точке зрения, распоясался. Уж слишком он активен, да. И такая вот перепуганная белка. Белка в бешенстве, я бы сказала. Я думаю, что все-таки превентивно, профилактически не дадут досидеть. Все-таки могут ограничивать, в том числе, его и свободу. Да, много слез, да, тяжело ему, неприятно. Много грязи, много сплетен. Каждый его клюет, да, вот эти вот птицы, ну, буквально каждый клюет его. Что я могу сказать? Возможно, он поменяет свой дом. Возможно, он захочет где-то вот отстраниться, чтобы его не видели журналисты. Как-то вот такое что-то еще может быть. Каждый по нему пройдется, каждый укусит, каждый даст оплюху, да. Вот, ну вот выпала карта дворец, дом и дворец. Вот давайте посмотрим. И между ними плеть. То есть все-таки вот ощущение, что он захочет где-то жить не там, где он живет, да. Вот другое место. Но он все равно поставит молодого мужчину. Он все равно будет все его интересы, все его идеи притворять жизнь. У него есть мужчина, на которого он сделал ставки, да. Документы, все то, что он нашел, он все ему как бы отдаст, да. И вот уже этому человеку ему улыбается удача. Вот этому более молодому ставленнику. Удача, деньги. И я думаю, мы о нем услышим вот уже с весны об этом человеке. Как-то и такое ощущение, что он будет очень вот интересен обществу политическому. И вот как-то и не каждый вот эту линию отметит, что он связан с Дональдом. В общем, вот такой вот расклад получился. Надеюсь, он для вас был интересен. Напишите, как вы считаете, вот все, что он делал 6 января, Дональд. Насколько это закономерно? Насколько это правильно? И вообще следите ли вы за политической ситуацией в Америке? Очень интересно. И хотите ли вы еще продолжение такого формата? На этом сегодняшнее видео я завершаю. Дональд это, наверное, единственная фигура, на кого я сняла очень много видео. Которые большая часть из них очень интересно проигралась. Можете посмотреть. В плейлисте расклады на известных личностей. Предлагайте новые темы. Также я планирую снять о Харькове. Также я планирую снять вообще о всей этой ситуации с локдауном. Да, локдауном. Увидимся с вами очень скоро. Подписывайтесь на канал. Жду, очень жду интересные новые темы для новых видео. Я всегда рада активным комментаторам. Пишите, делитесь, что вы увидели. Может быть, какое-то свое прочтение данных раскладов. Поддержите мой канал, прокомментируйте, поставьте лайк. Я буду очень-очень рада с вами прийти к активному диалогу. На этом все. Всем всего доброго. И помните, если что-то не можете сделать вы, найдите тех людей, которые смогут притворить ваши идеи, ваши задумки и ваши задачи. На этом все. Увидимся очень скоро. Всех очень-очень люблю. Всем хорошего вечера и прекрасных выходных. Всем пока.